Предмет «Всемирная история», 11 класс. Тема раздела «Развитие культуры, образования и науки». Тема урока «Школьное образование с древнейших времён до наших дней». Цели урока. Описание изменений и преемственности в развитии школьного образования в контексте истории человечества. Анализ роли образования в социально-экономическом развитии государств. Сравнивать современные модели школьного образования, выявляя их особенности и преимущества. Вводная часть – этап изложения нового материала. Дорогие ребята, сегодня на уроке мы рассмотрим с вами следующие вопросы. Что такое модель образования? Почему образование является условием существования общества? Каковы основные основы познания? Какими были образовательные центры в странах Европы и Азии в древности? Образование считается главной основой жизни человека и становления общества. Потребность в знаниях для человечества вытекает из попыток соприкосновения с миром. Образование – это процесс и результат, сформированный конкретной целью, обеспечивающий эффективное вхождение личности в жизнь общества и ее стабильность и дальнейшее развитие. С возникновением первой цивилизации в IV-III тыс. до н.э. начался процесс трансформации образования в социальный институт. Государственное управление, подготовка и применение правовых принципов, усложнение религиозных процедур требовали особых знаний и навыков. Поэтому образование стало носить особый отраслевой характер. Стало передаваться образование, которое охватывало только одно направление, и это осуществляли люди, прошедшие специальную подготовку. Образование в тот период считалось закрытой системой, и доступ к нему имели только избранные и элита. Его совершали в основном в храмах, а просветительскую задачу выполняли священнослужители. В средние века появились университеты. Эти образовательные структуры были первыми ступенями высшего образования. А теперь познакомимся с историческими формами обучения. В IV-V веках до н.э. в период расцвета древнегреческой культуры в Афинах возникло несколько типов школ. Одной из таких школ была школа Палестра. Когда мальчикам исполнялось 12 лет, они посещали частную гимнастическую школу – Палестру. Здесь мальчики до 16 лет занимались гимнастикой, борьбой, бегом, метанием диска и копья, плаванием, военной подготовкой. В этих школах воспитателей называли педагогами. Понятие «педагог» означает «ведущий ребенка». Гимназия – это государственное учебное заведение для подростков 16-18 лет, распространенное в городах Греции и на Эллинском Востоке в IV-V веках до н.э. Академия была философской школой в Древней Греции, основанной Платоном в 337 году до н.э. Академия Платона преподавала философию, математику, астрономию, естественные науки и ряд других дисциплин. Школа по-арабски означает «место написания». Школы в Аравии, появившиеся в VII-VIII веках, были центром начального религиозного образования и обычно располагались недалеко от мечетей. Здесь учились мальчики от 7 до 13 лет. Позже в ряде мусульманских стран открылись женские школы, в которых дети учились читать Коран, грамматику и арифметику. С IX века в Медресе был средней мусульманской школой, в которой готовили мусульманское духовен. С IX века Медресе был средней мусульманской школой, в которой готовили мусульманское духовенство, школьных учителей и государственных служащих. Медресе была высшей мусульманской школой, которая с IX века готовила мусульманских религиозных людей, школьных учителей, государственных служащих. Теперь, если рассматривать современную модель образования, традиционная модель современного образования – это модель систематического академического образования, как метода передачи универсальных моделей культуры прошлого и настоящего от одного поколения к другому. Компетентностная модель образования является современной моделью образования, которая сегодня широко используется в образовательных областях. Компетентность – это способ существования знаний, умений, образованности, способствующей личностной самореализации, нахождению обучающимся своего места в мире. Эта модель направляет ученика освоить современное оборудование и технологии, быть активными в своей роли в реальной жизни, формировать универсальность. Основная часть – практическое задание. Опишите сходства и различия между моделями обучения в школах Востока, античного мира, с современными школами с помощью диаграммы Вена. Дескрипторы. Написать три характеристики специфики школ Древнего мира. Описать три специфики восточных школ. Написать три специфики современной школы. Заключительная часть – этап представления материала для самостоятельной работы ученика с целью закрепления новой темы. Оцените систему образования школ сегодняшнего дня с помощью ПОПС-формулы. Позиция. Я думаю. Объяснение. Потому что я объясняю это так. Пример. Я могу процитировать это следующими двумя аргументами. Следствие. В связи с этим я пришёл к следующему выводу. Дескрипторы. Приводит комментарии к системе образования сегодняшних школ. Аргументированно излагает своё мнение. Два аргумента в пользу образовательной работы. Делает выводы и даёт оценку по своим мировоззрениям. Дорогие ребята, был ли этот урок вам полезным? С какими сведениями ты был знаком до этого? Какую ещё информацию ты хочешь узнать? Насколько ты можешь использовать полученные знания? Оцени свой уровень. Домашнее задание. Написать размышления на тему. Образование. Прошлое. Настоящее. Будущее. Прошлое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова